Прививочная кампания продлена в картинной галерее. Открывается новая выставка, а госавтоинспекция проводит мероприятие зимние каникулы. Обо всем подробнее расскажет Мелада Иволина. Наш эфир продолжит Хроника дня. Успеть сделать прививку. В Магнитогорске продлили бесплатную вакцинацию от гриппа. Поставить ее можно во всех поликлиниках города до 20 декабря. Прививка от гриппа необходима для профилактики. По словам врачей, она не несет никаких побочных реакций, а иммунитет дается на один год. В этом сезоне прививку получили 16 тысяч магнитогорцев. Это на 30% меньше, чем в прошлом, отмечают специалисты. Противопоказана она лицам, имеющим в настоящее время простудные заболевания с подъемом температуры, лицам, которые имеют аллергические реакции на куриный белок, что практически никогда не бывает, а также лица, у которых обострились бактериальные хронические инфекции. За последние три дня мы приглашаем все, кто не поставил прививку против гриппа. Это лица от 18 лет и старше. На выработку иммунитета потребуется две недели. Во второй городской больнице поставить прививку можно независимо от места жительства. Жители ждут с 8 утра до 2 часов дня в кабинете номер 17. Проходить можно минуя регистратурю. При себе необходимо иметь паспорт и полис. Зимние каникулы. Под таким названием в Магнитогорске стартует профилактическое мероприятие. Продлится оно до 12 января. Мероприятие проводится ежегодно перед зимними каникулами. В его рамках сотрудники ГИБДД проведут уроки безопасности в образовательных организациях города. А также примут участие в родительских собраниях, на которых отдельное внимание обратят на необходимость приобретения светоотражающих элементов. В период до 12 января сотрудники госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме, нести службу вблизи нерегулируемых пешеходных переходов и мест массового скопления детей в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Цель мероприятия – предотвращение аварий с участием школьников. В этом году в Магнитогорске зарегистрировано 33 дорожных происшествия, в которых 39 несовершеннолетних получили ранения. Пройдут и профилактические рейды. Так, 24 декабря госавтоинспекция проверит перевозку детей. Также горожан просят сообщать дежурную часть о снежных горках и накатах вдоль дорог. К юбилею художников 19 декабря в Магнитогорской картинной галерее откроется новая выставка. В экспозицию будут представлены живописные графические работы. Это последняя выставка в текущем году. Тут представлены работы известных магнитогорских художников – Константина Черепанова и Леонида Поскребышева. Константин Прокопьевич – художник-монументалист. Он работал с любыми материалами, включая текстиль. А Леонид Игнатьевич отдавал предпочтение живописи. Художников нет в живых, но память о них живет. Здесь представлен большой временной промежуток, которым работали художники. Здесь есть и работы 70-х годов, есть и работы, которые художники писали практически уже перед смертью. На выставке представлены работы и собрания Магнитогорской галереи и частных коллекций. Всего около ста картин. Экспозиция откроется в четверг и будет работать до 25 января. Мелада Ивольна Антон Солохин, информационная служба Медиагруппы Знак.